Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги. Сейчас я расположусь здесь. Спасибо большое за приглашение на конференцию. Вот мне Оргкомитет, научно-организационный комитет дал такую тему. И на самом деле у иммунотерапии она достаточно, вот сейчас, знаете, на слуху, и мы все о ней говорим, потому что слишком много сделала она для онкологических больных. Рак лёгкого – это, в общем-то, различные по происхождению. В гистологической структуре клиническому течению результатом лечения злокачественной эпителиальной опухоли развиваются они из покровного эпителия слизистой оболочки бронхов, бронхиальных слизистых желез бронхиол и лёгочных альвеол. На сегодняшний день какие нерешённые проблемы в лечении распространённого немелкоклеточного рака лёгкого? Ну, первое место в структуре смертности, мы прекрасно это знаем. К сожалению, эти пациенты – высокая заболеваемость. У мужчин – первое место. Высокая смертность. Кроме того, отсутствие результатов улучшения показателей длительной выживаемости. Я ещё была свидетелем, когда на международных конгрессах в 90-х годах были большие плакаты, где задавался вопрос, лечить или не лечить распространённый немелкоклеточный рак лёгкого. Тогда вообще вопрос даже о химиотерапии не открывался для этой категории пациентов. Поэтому, в общем-то, у нас есть до сегодняшнего дня были некие результаты, которые мы получали за последние 20 лет. Но на сегодняшний день мы можем говорить о неких других результатах, которые, возможно, увеличат всё-таки показатели выживаемости этой категории больных. Метстатический рак. Половина пациентов умирает в течение 6 месяцев от начала терапии второй линии. И, в общем-то, высокая токсичность химиотерапии и общее состояние пациентов, которые ухудшаются на фоне прогрессирования заболевания, 50% больных не могут получить эту вторую линию. Задача лекарственного лечения, безусловно, заключается в увеличении продолжительности жизни, увеличении времени до прогрессирования, уменьшении симптомов болезни и улучшении тем самым качества жизни пациентов. На что мы ориентируемся, когда назначаем лечение? Ну, конечно же, в первую очередь, на морфологический вариант опухоли, на молекулярно-генетический и моногистохимический профиль опухоли, то есть на фенотип, генотип опухоли, стадию опухолевого процесса, клинико-анатомическую локализацию, общий состояние больного и выраженность клинических симптомов, возраст, сопутствующая патология. Ну, значение морфологии мы на сегодняшний день знаем о том, что есть немелкоклеточные и немелкоклеточные. Это совершенно два разных заболевания, потому что на самом деле они абсолютно по-разному текут и абсолютно по-разному лечатся. И для нас сейчас есть две группы больших, если мы раньше подразделяли плоскоклеточные, аденокарциномы и так далее. Сейчас достаточно, недостаточно мы различаем влияние лекарственного лечения как плоскоклеточный и неплоскоклеточный, немелкоклеточный рак лёгкого. И основной метод лечения у этой категории больных, конечно же, безусловно, хирургический, но при 4-й стадии или 3-б стадии – это лекарственная терапия. Мелкоклеточный рак лёгкого – это совершенно другое заболевание. Основной метод лечения – химия лучевой. И в некоторых случаях, ну, совсем в ранних стадиях, и, может быть, даже иногда казуистические, хирургические. Поэтому с точки зрения морфологического варианта опыли, конечно, химиотерапия – это гистологический ипотип. Существуют препараты платины, токсаны, вимтоалкалоиды, антиметаболиты. На чём ещё основан алгоритм терапии метастатического немелкоклеточного рака лёгкого? Ну, это на драйверных мутациях, которых мы обязательно определяем. Их не так много, но мы их обязательно смотрим для того, чтобы определить назначение лечения таргетной терапии. И наиболее частая мутация, которая нам известна, это и GFR-мутация, и KERAS-мутация. Но у 47% больных на сегодняшний день не выявлено никаких мутаций. То ли мы их не знаем, то ли они не выявлены, те, по крайней мере, которые известны. Но, несмотря на это, значение драйверных мутаций достаточно большое в связи с тем, что они имеют как прогностическое значение, так и предиктивное. Вот так, например, больные, которые имеют мутацию GFR, посмотрите, показатели выживаемости этих больных гораздо выше. То есть это более благоприятная форма аденокарцинома немелкоклеточного, неплоскоклеточного рака лёгкого, чем если бы это был дикий тип. И, например, прогностическое значение приобретённой мутации уже после использования гибиторов тирозинкиназ по поводу GFR-мутации гефтиниба или афтиниба, мы получаем мутацию Т790М, и если такая мутация есть, а это, в принципе, механизм резистентности опухоли, такие больные гораздо хуже живут, чем те больные, которые эту мутацию не приобрели в процессе лечения. И предиктивное значение препаратов, например, гибиторов тирозинкиназ, в частности гефтиниба, у больных, которые имеют GFR-мутацию, смотрите, как расходятся прямые, кривые, вернее, абсолютно, так скажем, в разные стороны. При этом, если больные с GFR-мутацией положительной проводят химиотерапию вместо назначения гефтиниба или афотениба, то у них выживаемость, показатели выживаемости становятся хуже. Поэтому на сегодняшний день в Гайлайнзе определена таргетная терапия. Если это не плоскоклеточный, не мелкоклеточный рак лёгкого, аденокарцинома, в первую очередь надо определять GFR-мутацию и в случае её положительного значения назначать гефтиниб или афотениб. И поэтому на сегодняшний день для не мелкоклеточного рака лёгкого существует ещё вторая опция, которая, в общем-то, увеличила показатели выживаемости больных – это драйверные мутации. Использование ингибиторов теразинкина с различных моноклональных антител. И, в общем-то, на сегодняшний день мы имеем некий арсенал, который используем для лечения этих пациентов. И третий вариант, о котором Светлана Анатольевна говорила, вообще на сегодняшний день мы говорим на всех конгрессах, и не только в нашей стране, но и во всём мире, потому что на самом деле в 2013 году такой авторитетный журнал «Ланцет» определил значение открытия вот этих онкоиммунологических препаратов как самое высокое достижение вообще в лечении онкологических больных. И понятным является, что есть, так скажем, опухолевые клетки, которые пролиферируют очень активно, и мы используем неточную терапию, как химиотерапию. Мы перешли на следующий этап. Мы на этой опухолевой клетке нашли некие таргеты, некие звенья сигнального пути, это рецепторы, ингибиторы, тазинкиназ и так далее, и подействовали, блокировали таргетными препаратами. И третий вариант – это препараты, которые блокируют или определяют взаимодействие самой опухолевой клетки с тем же сигнальным путём, но в организме. В том, с чем мы родились, наш врождённый иммунитет, который определён, уже имеет иммунный надзор, и благодаря этому иммунному надзору он, в общем-то, по большому счёту, должен уничтожать эти опухолевые чужеродные клетки, но происходят некоторые механизмы, которые это не позволяют делать. На сегодняшний день существует четыре механизма вот этого избегания опухоли от распознавания и уничтожения иммунными клетками при помощи четырёх механизмов, и мы сегодня стоим на решении вот этих механизмов, четвёртого механизма – это нарушение сигнальных путей между, по сути, костимулирующими молекулами и коингибирующими молекулами, то есть молекулами, которые взаимодействуют между организмом, так скажем, нашими окружающими тканями вокруг опухоли и самой опухолью. Текущий иммунный ответ, он регулируется точками иммунного контроля, и поэтому эти препараты называются чекпоинт-ингибиторы, это точечные препараты. И, в общем-то, их точка приложения, по сути, происходит именно на рецепторы, которые синтезировала сама опухоль. Это, в общем-то, механизм как раз, чтобы избежать иммунный ответ со стороны организма. На сегодняшний день Светлана Анатольевна говорила о том, что у нас зарегистрированы три опции, опция, которая действует на ЦТЛ-4. При немелкоклеточном раке лёгкого на сегодняшний день этой опции нет, но есть две опции. Это опции, которые блокируют рецепторы ПД-1, рецепторы на самой опухолевой клетке, но есть ещё и клетки Т-лимфоцита нашего организма. Так вот, ПД, которые есть на поверхности клеток нашего организма, есть препараты от Азализума, Павилумаб, Дерголумаб, но на сегодняшний день регистрации в нашей стране и во многих странах пока нет, идут исследования, но, в общем-то, они очень такие обназёживающие. То есть вот этот механизм, это четвёртое звено, на сегодняшний день представлено для немелкоклеточного рака как с точки зрения блокирования рецептора со стороны опухолевой клетки, так и блокирования рецептора со стороны контрольной точки иммунной клетки самого организма. На сегодняшний день, как я сказала, два препарата. Это Неволумаб и Пембролизубаб. Восстановление Т-клеточной активности с активированием Т-клеточного иммунитета. То есть, по сути, по большому счёту, у нас есть выключатель. Он включается тогда, когда нужно. Появилась чужеродная клетка, включился этот ПД-1. А так он выключен, по большому счёту. Опухолевая клетка выделяет рецептор, который блокирует наш рецептор и не происходит этого включения. Иммунитет, иммунные клетки не видят чужеродного агента. И когда мы блокируем или разблокируем наш рецептор, или блокируем опухоли, то, соответственно, происходит некое видение вот этого, так скажем, начала работы иммунологического надзора. И мы имеем третий этап. Это чекпоит ингибиторы. Третий, так скажем, пункт лечения немелкоклеточного рака лёгкого. И, конечно, когда мы видим вот такой подход, то основной принцип, конечно, это нужно оптимизировать терапию для каждого пациента. Так же, как, например, с меланомой. Есть берафмутация, есть высокий риск рецидива после операции. Вот в адевантном лечении назначать всё-таки берафпрепараты, то есть таргетные препараты, или иммунологический неволумаб, который показал эффективность. И на сегодняшний день идут исследования, которые показали, что всё-таки после иммунотерапии ингибиторы тирозинкинастой, то есть таргетная терапия, более эффективна. Хотя исследование только одно. При метастатической меланомии мы не знаем, сработает или нет. И на самом деле при раке лёгкого та же самая история. На самом деле нужно оптимизировать терапию для каждого пациента, имея вот такие вот три достаточно, ну, таких больших блока для этих больных. Основания для... Поэтому в связи с этим, конечно, нам бы иметь... Вот здесь мы имеем некий потенциал, да, определения, предугадания какого-то эффекта. А вот здесь мы неизвестно, имеем или нет. И на сегодняшний день есть... Я хочу вот как раз остановиться на этом. Это определение PDL1. Нужно или не нужно при немелкоклеточном раке лёгкого в виде... В роли биомаркёра. Ну, понятно, что я уже объяснила, что это ключевой механизм. Почему вообще вопросы ставятся по поводу PDL? По большому счёту он определяется. Определяется иммуногистохимически, но есть своя сложность. В связи с тем, что экспрессия PDL1 может отличаться в разных участках одного образца опухоли. Это очень разнородный такой показатель. По сути, это белок на поверхности клетки, который вот участвует в этой регуляции иммунного ответа через рецептор PDL1. И экспрессия способствует уклонению опухоли от иммунного ответа, от иммунной дестрекции. Он может экспрессироваться, в принципе, при немелкоклеточном раке лёгкого в 35, от 35 до 95% случаев. То это достаточно... Ну, например, говорим, хердванеоэкспрессия рецептора 30%, мы знаем, 25 и 30. А здесь от 35 до 95, ну, очень большой разброс. Затем, как я уже сказала, PDL1 – это вообще очень гетерогенная экспрессия и очень динамичная. Она может изменяться, и на сегодняшний день никто не знает. То ли из первичной опухоли брать биоптат, то ли из метастаза, потому что на самом деле вот этот вот статус PDL, он может быть изменён. Иное определение PDL, оно определяется иммуногистохимически. И, в общем-то, на сегодняшний день есть тоже свои проблемы. Во-первых, для того, чтобы посмотреть PDL в некоторых участках в большом количестве, то нужно и большое количество материала. А мы иногда получаем не так много, так как это метастатический рак. Мы делаем биопсию, и не тогда мы всегда получаем достаточно приличный материал, чтобы исследовать. Затем, как я уже сказала, какой исследовать очаг – первичный или метастазы. Есть различные антитела, но на сегодняшний день, по крайней мере, их пять. Ни один пока в России не зарегистрирован. И, в общем, если и делается у нас в некоторых лабораториях, то, по сути, это делается подпольно, потому что ни одного зарегистрированного кита для определения иммуногистохимического определения PDL один на сегодняшний день не существует. Кроме того, оценка результатов нет стандарта. Некоторые говорят, что опухолевые клетки, если на опухолевых клетках больше 50%, PDL положительно. Кто-то в некоторых исследованиях больше одного. Кто-то это определяет, например, при отезолизмабе в баллах и так далее. То есть на сегодняшний день нет стандартизации. Какие-то исследования начинались без определения PDL, только постфактум. Брали блоки и стекла, где-то метастазов, где-то первичные опухоли и делали некие метаанализы. На самом деле сегодня непонятно, нужно все-таки делать или нет. А в условиях, вот Светлана Анатольевна сказала, что в нашей социально-экономической ситуации, не только в нашей стране, но во всем мире, препараты достаточно финансово емкие, поэтому нужно определять их назначение с точки зрения такого маркера. Ну и, конечно, вот эта внутриопухолевая гетерогенность и динамическое изменение экспрессии. Ну вот смотрите, например, то, о чем говорила. Разные исследования. Например, Checkmate 0,17 – это неволумаб при немелкоклеточном раке легкого. Они брали, например, при плоскоклеточной карциномии 5% – это на срезе были PDL-положительные клетки. Keynote 10 – здесь больше 50%. Здесь эффективно и здесь эффективно. На самом деле, но при этом те больные, которые и имеют меньше, они тоже отвечают на лечение, но в меньшей степени. Значит, мы какому-то больному не дадим препарат, а у него, может быть, будет эффект. От изолизумаб-то тут вообще в процентах и тоже, в общем-то, есть эффект. И на самом деле, каким образом оценивать, кроме того, некоторые иммуногистохимики, ну, например, вот из Германии приезжают больные, они, например, объединяют и делают комбинацию PDL иммунных клеток и опухолевых клеток. Это сумма. Кто-то пишет только иммунных клеток, кто-то пишет и того, и другого, кто-то пишет только опухолевых. Поэтому на сегодняшний день, к сожалению, этот вопрос стоит таким открытым. И в известных исследованиях, на которых мы опираемся, основных исследований ЧЕКМЭТ, КИНОТ и так далее, это различные значения все-таки PDL, и нужно ли определять в опухолевых клетках или в иммунных клетках, и какие на сегодняшний день стандартные значения PDL. Но, несмотря на это, все-таки связь есть с частотой объективного ответа, выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. Потому что, все-таки, если есть какая-то экспрессия PDL1, то это эффект лечения выше при использовании этих ингибиторов. И показатели выживаемости у этих больных тоже лучше. И это, в общем-то, доказали два больших метаанализа, которые были приведены, которые, в общем, показали как раз, что частота объективного ответа использования, ну, тут брали больше неволумаб с пембролизумабом, что те больные, которые, если не учитывать гистологический вариант опухоли и линию терапии, при позитивном, частота объективного ответа – треть по сравнению с тем, которые негативны. Но они все равно чувствительны. 13% – это же немало для немелкоклеточного рака легкого. Мы раньше вообще их не лечили, а тут 13%. Если плоскоклеточные смотреть, то здесь разница примерно такая же. А вот посмотрите, неплоскоклеточные, предположим, та же аденокарцинома, частота объективного ответа в три раза больше, если больные позитивные, но 11% все равно есть эффективности с точки зрения, если отрицательный, ПДЛ-1. И на самом деле очень интересный вопрос. Те больные, которые получали или не получали лечение, какое у них значение ПДЛ? Но это вот было изучено уже постфактум. Оказывается, те больные, которые все-таки получали лечение, у них где-то примерно 25-27% экспрессии, которые больше 50%. Ну вот это среднее значение, потому что от 1 до 49 – это очень большой разброс. А от 49 до 50 – совсем маленький. И на самом деле вот такие значения тоже достаточно, такие вызывают вопросы у клиницистов. И с точки зрения линии терапии, позитивные больные, они отвечают гораздо больше, чем больные негативные на ПДЛ-1. Если больше двух линий терапии, та же самая закономерность. И если смотреть эффективность доцитоксила, то, конечно, потому что вторая линия – это чаще всего доцитоксил – разницы нет. То есть все-таки какое-то значение ПДЛ играет для того, чтобы назначать эти препараты. И если смотреть все исследования вот этого мета-анализа, то, в общем-то, показывают там, где выше, в любых значениях, да, это выше эффективность не только при неволумабе, пембролизамабе. Ну, говорят, нельзя говорить препараты, которые не зарегистрированы, но невозможно. Здесь точно такая же закономерность и при тех препаратах, которые… И, наверное, вот ПДЛ-1 для немелкоклеточного рака, легкого, она все-таки коррелирует с эффектом иммунотерапии, как с точки зрения частоты объективных ответов, так и показателей выживаемости. А в условиях ограниченных ресурсов все-таки, наверное, следует определять эту экспрессию. Но для этого нам нужно зарегистрировать. Наверное, компании помогут зарегистрировать киты для того, чтобы это определять, и определить некий стандарт. Нам как удобно с ХЕР-2-НЕО? Ноль, один плюс, два плюса и три плюса, и нам все понятно становится. Есть хорошая такая модель. Ну, я, может быть, в некоторых вещах повторюсь, Светлана Анатольевна, потому что, по большому счету, наверное, ничего нового такого с точки зрения… Да, есть Неволумаб, есть компания, которая его синтезировала. Это первый антипиди-1 ингибитор в мире, Неволумаб. Три показания зарегистрированы в России. И вот второе показание от меланомы – это монотерапия у больных, которые уже получали первую линию химиотерапии. То есть он зарегистрирован в качестве второй линии терапии у больных, а не мелкоклещенным раком легкого. Ну, возможности какие могут быть альтернативны для больных, которые получают первую линию, прогрессирует плоскоклеточный рак. Вторая линия – мы назначаем доцитоксил, венеральбин или кипетстабин. Одну из этих опций. В общем-то, по большому счету, медиана общей выживаемости где-то примерно 6-8 месяцев. Но есть некая токсичность, хотя уже Светлана Анатольевна говорила, иммунопрепараты тоже имеют токсичность, иммунотерапевтическую токсичность и ничуть не менее сложную, чем химиотерапевтическая. Потому что химиотерапевтическая хотя бы она непосредственная, мы с ней можем бороться, и с ней достаточно легче бороться. Она как-то на какое-то определенное время. А вот иммунотерапия на сегодняшний день мы имеем осложнения, которые возникают после окончания лечения через 6-8 месяцев в виде гепатитов, колитов, панкреатитов, которые невозможно вообще ничем снять. Ты назначаешь огромные дозы пренизолона, пренизолон имеет свою токсичность при длительном использовании и так далее. То есть нельзя сказать, что это очень безобидные препараты, но они все-таки в менее проценте, в меньшем токсичны. И выраженная такая клинически значимая токсичность у этих препаратов гораздо, конечно, меньше, чем химиопрепаратов. Поэтому даже не приходится и как бы спорить об этом. Вот регистрационное исследование неволумаба для плоскоклеточного рака лёгкого, чейкпейт 017, вот такое количество было пациентов. Во второй линии больные получали неволумаб 2 недели 1 раз, и против дотстоксила это, в общем-то, стандартный препарат в качестве второй линии. Частота объективного ответа даже без определения, так скажем, PDL 20 против 9, медиана времени достижения ответа одинаковая, по сути, 2 где-то примерно месяца, что одного и что другого препарата. Но посмотрите, сохраняющийся ответ, то, что говорила Светлана Анатольевна, при немелкоклеточном раке лёгкого, та же самая тенденция. То есть если больной ответил на лечение, так он и будет отвечать дальше. Самое главное – ответить. А дальше они выходят на плату, по которому они, в общем-то, живут. Вот больные, которые ответили, и вот вышли на плату. 58% больных, практически 60% метастатическим в качестве второй линии немелкоклеточного плоскоклеточного рака, выходят на плату и живут, и достаточно долго. Вот завтра у нас Инна Владимировна будет докладывать как раз наши случаи. Я специально их сюда не включала, потому что, ну, как раз был заказ на отдельную презентацию. Вот у нас пациент очень интересный. Завтра будет как раз, вот он, наверное, входит в эти 60%. Человек, которого, по сути, честно говоря, привезли на носилках. После двух линий химиотерапии и после лучевой терапии по поводу плоскоклеточного рака. Он сейчас работает, великолепно себя чувствует. Полтора года он находится на этом препарате, и у него нет никаких осложнений. Мы их ждём, но вот никак не можем дождаться. Потому что уже, наверное, компания устала доставлять ему препарат, потому что, на самом деле, уже, в общем, он достаточно долго лечится. Но вот если они ответили великолепно, они потом живут достаточно долго, по сравнению с теми больными, которые мы привыкли, химиотерапевтические больные, если они отвечают на лечение, рано или поздно это лечение становится неэффективным. И мы, безусловно, где-то примерно, ну, 6-7 месяцев лечим таких больных. Здесь достаточно длительные периоды. А раз так, значит, соответственно, есть контроль симптомов. Значит, соответственно, качество жизни увеличивается. Значит, задачу улучшения качества жизни метастатического рака, не мелкоклеточного рака лёгкого, не плоскоклеточного рака лёгкого мы выполняем. Кроме того, мы всегда смотрим на медиану выживаемости. По большому счёту, вроде бы как небольшая разница при такой большой частоте эффекта и при таком, безусловно, контроле. Посмотрите, как поднимается вообще качество жизни пациента, как становится лучше пациентам, которые отвечают на лечение. Но при этом, если посмотреть у больных год, то годовую отметину 42%, почти половина больных, которые получали неволумаб, и только 24% ровно в два раза, которые… То есть если смотреть динамические показатели, мы смотрим же медиану, а если мы смотрим динамические показатели, как выбывают больные из вот этой кривой выживаемости, то оказывается, что только через два года становится 23% на неволумабе против доцитоксела 24, которые были на 12 месяцах доцитоксела. То есть на самом деле это, в общем, с эффектом и контролем клиническим, то есть это те больные, которые ответили на это лечение. Мы должны их как-то выбрать, чтобы как-то более целенаправленно назначить это лечение. Ну и неплоскоклеточный рак, если, например, аденокарцинома прогрессировала, даже GFR мутированная прогрессировала или химиотерапия, или потом позже узнали, что у этих больных есть опции, которые можно использовать уже с точки зрения второй линии, если не использовали в первой, хотя это уже сейчас считается просто катастрофой, если больной с GFR мутацией назначили химиотерапией. Но неважно. То, в общем-то, тоже примерно где-то нет отличий в эффективности. Токсичность примерно тоже самая. В общем-то, конечно, более эффективно у ограниченной группы. И если используются такие таргетные препараты с точки зрения, ну, например, если GFR мутированная аденокарцинома, предположим, она прогрессировала на гифетиниб, у неё есть даже, если мутация приобретённая М780, то есть асентениб, который, в общем, тоже может преодолеть эту резистентность. Но это больных не так много, на самом деле. И, в общем-то, аксетениб тоже достаточно препарат сложный и трудоёмкий с точки зрения финанса. Вот исследования Checkmate 057, это больные не для плоскоклеточного, это неправильно, не плоскоклеточный рак. Неволумаб также доцитоксил, первичная точка общей выживаемости. Частота объективного ответа 19 против 12, при этом медиана продолжительности ответа 17, 5,8. Тоже разница. То есть мы получаем эффекты на доцитоксиле, например, но мы при этом, они непродолжительные. Даже если есть частота объективного ответа, в общем, это или частичный, ну, по крайней мере, частичный регресс. Они непродолжительные. Посмотрите, практически, ну, больше полутора лет ответ вот у этих 19% больных. То, в общем, это, конечно, очень такой достаточно серьёзный прорыв. При этом медиана времени до достижения у этих пациентов, она тоже, ну, практически равна, хотя у доцитоксила чуть позже на 4 месяца. И если всё-таки рассмотреть зависимость ПДЛ-экспрессии при назначении неволумаба второй линии аденокарциномы, когда рассмотрели, то, в общем, по большому счёту, если смотреть у больных, которые меньше 1%, потому что при исследованиях неволумаба они смотрели вот такие проценты. Больше 1, больше 5 и больше 10. В отличие от пемброзумаба, где больше 50, там была другая градация. Меньше 1, от 1 до 49 и больше 50. То, в общем, тоже есть закономерность, но не такая значимая. Хотя, в общем, по большому счёту видно, что доцитоксила независимо от ПДЛ, от значения ПДЛ работает, а вот неволумаб всё-таки выше у тех больных, эффекты, где, ну, они несколько выше, чем те больные, которые отвечают, те больные, которые имели низкий ПДЛ. При этом опять время ответа у тех больных, у которых есть ПДЛ, оно достаточно выше. Контроль симптомов, безусловно, если есть ответ. Понятно, что это не у всех больных, но у тех, у кого есть ответ. И медиана общей выживаемости в сравнении с доцитоксилом, вы опять видите, что 51 против 39, и 29 против 16 практически два года. Это те больные, которые имеют вторую линию в противовес с химиотерапией. И вот на сегодняшний день это исследование, которое было доложено на АСКО, исследование, которое определяло несколько, так скажем, опций сравнения 17 и 57 чекмейта. И, в общем-то, вывели некую закономерность у тех больных, у которых все-таки высокий ПДЛ с точки зрения эффективности лечения. И вот данные уже пятилетнего наблюдения, то есть исследования достаточно давно идут, примерно, конечно, в некоторых случаях немножко поскромнее, чем при меланоме, но тоже 5 лет 16 процентов. Это метастатический рак. И по большому счету это те больные, которым делали лечение. Большая часть исследований – это вторая линия. На самом деле, вот с точки зрения меня, клинического онколога, который занимается такими пациентами, вот это удивление. 16 процентов из 100 больных, 16, живут больше 5 лет с метастатическим немелкоклеточным раком легкого. И это не химия препарата, которая, да, достаточно токсична и приводит к определенным осложнениям, тоже отдаленным и так далее. Это просто, в общем-то, по сути, это моноклональные антитела. В общем-то, это белки, которые блокируют рецепторы. Просто потрясающе. Я считаю, что вот то, что сделала иммуноонкология в клинической онкологии, это, конечно, невероятный прорыв для некоторых опухолей. Ну и второй препарат, я очень быстро, это пембролизумаб. Наверное, мы начитываем вот это все постоянно при всех опухолях, чтобы все привыкли к этим названиям. Потому что, на самом деле, у всех просто уже голова квадратная, и все уже путают препараты. На самом деле, мы сами, наверное, даже любим это читать, потому что мы сами запоминаем, что мы работаем с этими препаратами. Это второй препарат, который зарегистрирован при немелкоклеточном раке легкого. Исследование регистрационное – это кейнот. Все исследования пембролизумаба – это кейнот. Все исследования неволумаба – это чекмейт. Но так мы тоже сами запоминаем, чтобы не запутаться. На самом деле, это больные, которые имели уже больше одной или более линии химиотерапии. Ну, были вот такие вот, такой был критерий включения, не было активных метастазов в главной мозг, хороший икок. Здесь определяли. Вообще, в отличие от чекмейт, кейнотовцы, так скажем, да, сразу же стали определять. Уже в критерии включения они ввели PD-L1, пусть больше одного процента, но все-таки они уже ввели этот показатель. Нет каких-то аутоиммунных заболеваний. И, в общем-то, стратификация фактора, по которому рандомизировали больных, это было общее состояние, ну, регион и статус PD-L. Больные получали две дозы пембролизумаба, одну-два, другую-десять миллиграмм, и против доцитоксела в качестве второй или там последующей линии. Использовали свои же, насколько я понимаю, антитела для диагностики PD-L. И, в общем-то, вот так они определяют, что есть PD-L, которые достаточно высокие. Ну, это от 1 до 49. Может быть, поэтому объединили так, потому что, на самом деле, они, ну, разница очень небольшая по картинке, но на это иммуногисты и химики должны сказать, и мне достаточно сложно. Мне кажется, это прям такая разница небольшая, 49,50, и здесь уже получается много, а здесь вроде как не очень. Ну, это уже, как бы, специалисты должны ответить на это. Частота общего ответа в зависимости от дозы, в общем-то, она практически одинаковая, да, но при этом те больные, которые имели PD-L выше 50%, 30% против тех больных, которые имели 18, и при этом тоже доза не играла роли. Ну, а доцитоксел тут не играла роль для них PD-L. То есть, чем выше PD-L, тем выше эффективность. По сути, ну, не по сути, да, почти в полтора раза, и здесь тоже в полтора раза. Продолжительность ответа, та же самая закономерность абсолютно, как только достигли эффекта, сразу выходит в плата, и, в общем, те больные, которые имеют высокий PD-L, в плата они выходят быстрее, хотя те больные, которые имеют маленькое, меньше PD-L, они тоже выходят в плата чуть позже, но точно так же. Потому что, на самом деле, те больные, которые имеют низкий PD-L, у них, посмотрите, 18% – это тоже немало. Это тоже разница по сравнению с доцитокселом значимая, но и здесь 18% больных, которые ответили, и они выходят в плату, но чуть-чуть попозже, и они отвечают. Я не знаю, как вот вывести вот этих больных, которым, предположим, там, не назначать, если будут такие основания, не назначать лечение этим препаратом. Продолжительность ответа вообще для пембролизумаба, для дневолумаба тоже характерны очень длительные ответы, ну и при достижении ответа длительность не зависит от первоначального вообще значения PD-L. Если уже они вышли в ответ в плата, даже если низкий PD-L, все равно они будут отвечать уже. Им просто главное – ответить. Ну и показатели общей выживаемости по этому исследованию то же самое, по сути, от дозы не зависело, но было выше, чем у больных, которые получали доцитоксел. Таким образом, показатели общей выживаемости в зависимости от экспрессии PD-L, в общем-то, все равно независимо ни от чего выше, чем доцитоксел, но при этом те больные, которые имели больше 50%, у них показатели выживаемости выше, чем у больных, которые имели ниже. Но при этом, смотрите, 14, например, и 9, здесь 10,4, доцитоксел 8,5 и здесь 8,2. То есть все равно больные имеют показатели выживаемости выше, если они имеют PD-L1 и получают эти препараты. Статистический анализ подгрупповой показал, что все-таки играет роль вот это значение, и даже при маленьком значении все равно приоритет за пембролизумабом. Хотя, в общем-то, компания, она, так скажем, чаще говорит о том, что все-таки PD-L нужно определять. Вот здесь большая вероятность, но она на самом деле, если есть высокий PD-L. Ну и так, у меня что-то так некрасиво как-то получилось. Но это последнее исследование, которое было доложено, это данные трехлетней выживаемости больных, которые по кино – это 0,0,1. Общий ответ в зависимости также от уровня экспрессии на клетках опухоли, то же самое в зависимости от… Я все, заканчиваю, да? И в зависимости от PD-L экспрессии общая выживаемость тоже самая, достаточно высокая. Чем выше, тем выше общая выживаемость. Если препарат лишен побочных эффектов, след задуматься, есть ли у него какие-либо эффекты вообще. Я это пропущу, потому что Светлана Анатольевна очень подробно говорила о токсичности этих препаратов, и уже, в общем-то, останавливаться на них не стоит. Наверное, это вообще целая одна лекция, и, может быть, вообще со специалистами, с разными ревматологами, с гастроэнтерологами. Ну, таким образом, на сегодняшний день мы имеем вот такие возможности противоопухолевой терапии. Основной принцип, я повторяю, – оптимизация терапии. Сейчас прецензионная терапия является как бы основой для больных не мелкоклеточный рак легкого, потому что эта терапия точечная, это правильный препарат в правильное время и правильному пациенту. Таким образом, вот этот выбор точной терапии позволит оптимизировать результаты терапии, избежать назначения ненужной терапии, уменьшить частоту побочных эффектов, улучшить качество жизни, преодолеть лекарственную резистентность и рационально использовать имеющиеся ресурсы. Ну, вот такой, так скажем, прогресс в лечении немелкоклеточного рака легкого. Но я хочу закончить все-таки вот таким банальным, может быть, слайдом. И если вы еще не бросили курить, тогда я иду к вам. Спасибо. Продолжение следует...